Итак, с вами ДомГ, мы продолжим играть в Кайзер Шизу за нашу Италию, хотя уже сложно называть нас Италией, потихоньку мы восстанавливаем Латинский Союз, так по крайней мере это называется, но в целом я подозреваю, что это будет около Римской Империи под конец, так что поехали, а если вы еще друг не подписаны, подписывайтесь, колокольчик, комментарии, лайки, все как обычно, у нас идет четвертая война за независимость, и я думаю пойдем мы сначала атаковать Австрию по фокусу, пока будем докачивать дальше армию. Остальные фокусы мы все сделали, конечно сейчас строим синтетику, как было задумано, чтобы выйти на самообеспечение по всем нужным нам ресурсам. Канада зовет против как раз таки той самой Федерации Принцев в Индии, но я думаю ребята справятся сами. Это я так понимаю решается вопрос донов, то есть мафиозников, и да, можем сделать из них лидеров капитализма, можем заставить их в общем-то расправиться с ними. Короче можем да, их подмять, сделать их частью нашей системы, но нет, я думаю мы оригинальную преступность должны полностью побеждать, так что конечно объявляем войну, потому что ну ничего хорошего и сотрудничество с мафией не выйдет. И начинается война в Германии и Франции, нас она мало интересует, мы сейчас поедем в Австрию. Не так еще много у нас авиации, но в целом уже цифры такие как минимум солидные. Все выставляем на поддержку конечно же, да, обучать я уже не успею. И мне так что интересно, и Австрия сразу вмешалась в этот крик, обычно так не происходит, но в этот раз произошло. Еще странно, что она еще не закончила все тут войны, потому что обычно по фокусам когда они доходят подальше, а давить они еще не дошли, потому что они все еще не в мире из-за вот этого восстания. И не аннексировали всех, что кстати в принципе для нас как будто плюс, потому что они вряд ли смогут нормальное сопротивление оказать в свои слабые промышленности. Ладно, промышленности не самая слабая, все еще слабее нашей. И здесь успешно отрезаем их от снабжения. Дадим куда-то в Австрию шли плевать, в самом деле и пушим дальше. Пока что наши союзники не объявили войну интернационалу, то нормально, можно раз потом вместе будет начать эту самую войну. И здесь очень странно, так подожди мы с ними не воюем, все правда, все правильно. Просто их войска все еще австрийские. Очень странно, границы пошли, из-за этого я так понимаю у нас, да нам вайп 0-1 дивизию. И давайте выведем войска отсюда, потому что да, это не очень нормально. Вообще я понял, что с нашей экономикой в принципе можно будет позволить себе средние самолеты, так что давайте да, поделаем их. Да, я начал конечно исследовать легкие, но главное вовремя понять, что все-таки нужно другие исследовать. И мы после того, как захватим Австрию, в принципе захватим весь альянс. То есть, да, мне нужно будет добивать всех марионеток, что невероятно удобно. Ну и вот немножко реорганизовались и взяли вену. И на этом взяли весь альянс. Очень быстро мы свои территории подрасширили таким образом. И к тому же еще подрасширили свой флот. Да, господи, флот у нас теперь действительно гигантский, я бы сказал. И знаете, что еще можно теперь сделать? Можем напасть на Румынию, так как у нас теперь появилась удобная с ней граница. И у нас и на ней есть корки. Мы сможем, скорее всего, забрать очень дешево там территорию. И да, вот авиация на местах. Мы на местах. А, еще Сербия, конечно же, тут вступится в войну. Давайте временно оголим вот этот вот фланг. И займемся этой армией Сербии. Кроме того, наконец-то исследуем механ. И можем упустить наши военные заводы на что-то более полезное. И будем потихоньку переходить как раз-таки в эти самые механы. И у нас здесь вот есть корки. Значит, это мы, видимо, выделять не будем. А только то, что у нас тут... Да, то, что можно вам отдать, а вот что-то можем вообще ассимилировать. Прекрасно. Это меня более-менее устраивает. Хотя, вот, выглядит это немножко странно, но ладно. Ну что ж, теперь Румыния с Сербией. Мы без проблем исправимся и с теми, и с теми. Можно только немного... А, ну авиация решила затроллить нас, конечно. Это классика. Ну и без особых проблем мы проносим всю Румынию. Особенно учитывая то, что она воюет параллельно еще с другими странами. То же самое сейчас, я думаю, будет из Сербии. Да, вот она и капитуляция. И Сербия туда же отправляется. И вот мир. Забираемся всю Румынию почти что бесплатно. И в большую часть, я так понимаю, Сербии. Ну или вообще всю, потому что можем, атакуем. Ой, теперь Ильрия с Албанией. А, мы тоже воюем с Албанией, окей. Меня это устраивает. Мы сейчас с ними, конечно же, разберемся. Игреться... А, Греция в Антанте, что очень редкое развитие событий, но... Нас оно устроит. А мы готовим войну с... Да, как я сказал, Иллирией. Потому что, ну, мне не нравится такой вот кусок посередине нашей империи. А вот и французы наши. В июле войну над узом. Игронационала, да, Антанта. Отправляется домой. Что, на самом деле, да, уже пора. Ну, сейчас мы почистим тузы. И пойдем тоже поможем. Албания взята. Теперь, да, все-таки, наверное, закончим вот здесь. И только потом пойдем, не будем до этого идти. Ой, нам, видимо, что-то... Пусть как-нибудь корят. У нас вот здесь вот, если честно говоря, корок-то нету. Выглядит очень смешно. Но... Оно как есть. О, на востоке возвращается, смотрите, Монокольская империя. Жесть. Обычно такого не получается, но в этот раз прям получилось. И они еще объединились в один альянс. Который, на самом деле, действительно не слабый. Редкость, но вот так и случилось. А вот и инвестиции наши потихоньку, видите, здесь окупаются. По резине мы уже производим очень-очень неплохо. Плюс еще, конечно, исследуем техов. Там еще очень много исследовательств, что есть. Закуриваем, что-то потихоньку что-то. В общем, очень жестко наша экономика сейчас разгоняется. Ну и конечно, а потоплива у нас теперь особо проблемы даже и нету. Потому что мы контролируем, во-первых, здесь кучу просто нефти. Во-вторых, здесь у нас на марионетке есть куча нефти. И теперь еще и производим синтетическую нефть. За топливом проблем быть больше не должно. Ну и создаем вот такого вот монстра. С4 Аир Атаки. Этот монстр, по идее, как говорится, должен нам... Начать попозже выигрывать воздух. Так что так вот будем начинать на нем набирать эффективность. И еще добавим к нему... Выбираем тоже. К нему, конечно же, добавим КАС. То есть тактические бомбардировщики. И тоже там сейчас будет, я думаю, очень много урона. С4 А30 с грунта Атаки. Жесть. А вот здесь готов у нас КБ. Убираем войну и призываем вручную, чтобы случайно не призывать лишние страны. В этих нашем арене так всех призываем. И да, разберемся сейчас с этими ребятами. А там потом так. Вот тоже объявляем. Потом пойдем на Францию. И вот Иллирия тоже капнула. Забираемся в Словению, забираем себе Иллирию. Вот из этого, я думаю, мы прямо-таки сможем интегрировать. Что-то просто заберем. Ну как марионетки хотя бы. И вот мы уже такая страна. Более-менее солидная. Нужно, конечно, соединить и наши иберийские территории с странами. И я вижу, что тут Британия высадилась. В Португалии. Но мы, конечно, с таким должны сейчас разобраться. Эта авиация у нас расставлена. Плот у нас, в принципе, тоже расставлен. Как он становится отправиться на миссии. В принципе, этот уже может отправляться на миссии. Этот тоже, не знаю, вдруг, если что, что-то делает, пускай. И, конечно же, под лодочки тоже отправляем на миссии душить британцев. Вот теперь мы точно готовы. Поэтому убеляем войну. Своим союзников. В принципе, я думаю, война сейчас это объединится. Это даст нам немножко... Кстати говоря, тот факт, что мы вот атаковали именно так. У нас там чуть-чуть времени. Когда мы будем воевать с Францией, но не будем воевать с Британией. И, в принципе, со всеми ее союзниками. Подаст нам возможность просто вот так вот сейчас пропушить. Как будто здесь никого и нет. В результате получается забавные вот такие вот ситуации. И да, Франция действительно не зовет пока что Британию. А вот, вот и позвала, кстати. Вот и позвала, но у меня мужа произошел. Выбиваем на севере британцев. И выбиваем сейчас на юге всех тоже. Ну, а на море, конечно, мы убеждаем. Тут даже смешно об этом думать. Потому что мы могли бы проиграть. Это невозможно. Э? Краница отправили нам ультиматум? Нет, ребята. Ну, это вы, конечно, забавно придумали. Но есть один нюанс. Как говорится, во-первых, я в другом городе. Во-вторых, я в 10 раз сильнее. Как бы... Хотите? Приходите, приходите. Здесь выбиваем очередной порт. И, в принципе, по-моему, ребята закончились там. Можем, кстати говоря, сделать баф для исследований ядерных технологий. И это звучит очень приятно. Мы это обязательно сделаем. И да, ребята реально решили нас атаковать. Слабоум и отвага. То, что я могу сказать на это. Я даже, да, обучаю свои войска. Я не буду объясняться. Я реально их это обучаю. Давайте отправимся в наши тяжелые, как раз таки, и истребители, пожалуй. Я думаю, это будет подходящим для них театром пока что. Ну и отсюда тоже перебросим этих ребят. А вот эту армию как раз таки отправляем вот сюда. Ну, пока что вот сюда. Мне вообще надо дойти. В целом, да. Закроем вот этот вот как раз таки проход. Теперь присылаем сюда. И, господи. Берусь. А, просто атакуй. И, наверное, мы сюда возьмем все а логистика. Ну, что я думаю. Можно здесь у нас начать выступление, не стесняться. И здесь тоже сейчас начнем. Эти ребята воюют, эти не воюют. Надо их куда-то подавать. А, почему-то они не призываются. Это, видимо, багалось, как обычно. Ну, для Франции мы практически победили. Осталось совсем немножко дойти до Парижа. И в Украине тоже. Нам немножко, видимо, какие-то минусы появляются по снаряжению. Но ничего смертельного. Добавим просто немножко его заводов. Надо понимать забавный факт, что Франция хочет в рент Франции. Поэтому сначала получают корки Франция. Но у нас тут тоже корки. А значит, мы тоже все это все сможем забрать. И, учитывая, что у нас больше варскора, на мирной конференции мы определенные разоберем. И вот дошла его до сюда. И у нас попропускались все фокусы. Потому что, очевидно, мы уже закончили войну за объединение Италии. До фокуса у нас, считайте, нету. Ну и Франция улетела. Осталось лишь Британию захватить. Значит, у нас готов механ, поэтому давайте-ка отправляем его на фронт. И будем сейчас добивать Украину. Паралленно с этим будем готовить сейчас выстку в Британию. Итак, выстка здесь готова. Как сказать, другие у нас пока готовятся с Украиной там разобраться. Больно тут много проинции, поэтому это занимает много времени. Но там, я думаю, плюс-минус уже готовы. Выстка не супер успешная, но это пока мы не приземлились вот здесь. Сейчас, я думаю, сделаем по-лучше. Плюс авиация долетает побольше. Да, и наносит гигантский урон. Прелесть. Да, авиация, конечно, супер решающий фактор. Ну и наконец-таки захватывали мы этих миллион провинций. И Украина так нам теперь тоже присоединяется. Прекрасно. Говорит не то, чтобы я хотел прям их захватывать, потому что мои амбиции были больше вот сюда. Да, ну, в принципе, ладно, напали на меня. Где-то что делать? Мне только отвечать остается. Вот теперь появилась новая опция. По крайней мере, раньше я не замечал. Можно выделить Польшу и передать ей Голицу, если она у вас уже есть. Объединяя их, что это на самом деле неплохая тема. И вот мы вышли на абсолютно полное самовееспечение по резине. По Вольфраму, конечно, пока нет, но... Я так полагаю, мы из Португалии позже его получим. Ведь из Португалии по факту тоже наша корка. Другой вопрос, что нам нужно как-то выйти из НАТО, и я не уверен как, потому что в Кайзер-Шезе так просто ты альянсы откидать не можешь. И вот, Беритания капнула, а за ней и весь альянс. Мы теперь можно себе забрать почти что бесплатно, считайте, всю Францию. Ну и подзаберем вообще все, что можем, в принципе. Слушайте, ну что ж, получилась прекрасная латинская уния. Латинский союз, так называемый. Как-то здесь у нас, значит, активен будет всегда багаться. Конечно, мы все будем отдавать нашим марионеткам, а не чуку-ку-куммаринеткам. Кстати, Беларусь вообще независимые в нашем случае, ладно. Ну что ж, неплохо получилось. Посмотрим, что будет дальше. Будет ли у нас какие-нибудь еще ивентики, которые дадут нам, не знаю, дайм на что-нибудь себе римское. Пока вроде ничего такого нет, но посмотрим. Ну а серия подходит к концу, ребят. С вами был Довгей. Обязательно подписывайтесь, если еще друг не подписаны. Лайки, комментарии, движения, скорости. Все как обычно, и до скорых встреч. Всем пока.